Здравствуйте, приветствуем вас на очередном собрании онлайн-конференции. Уже почти конец семинара, но такое впечатление, что только вчера было начало. Но я очень рад, что эта всемирная конференция — это не конец всего, это только начало. Это начало работы Бога в вашем служении. Я также верю и надеюсь, что это начало для вас, чтобы вы новой душой жили для Евангелия. Пока мы готовились к всемирной конференции, что мы могли видеть? Это то, что Господь действительно радуется через такую работу. И Господь во всем нам помогал. Приглашение ли это лидер христианских церквей? И даже если, пока мы общались с этими лидерами, мы видели, что Господь налаживает это общение. И даже когда эта конференция закончится, мы хотим, чтобы мы продолжали общение с вами. Мы хотим продолжать дальше общаться, поэтому, пожалуйста, звоните нам, пишите, имейте связь с нами. И даже если вы хотите просто поговорить вместе или собраться, Пожалуйста, откройте свою душу, давайте соединим наши сердца и давайте иметь общение. И давайте также сегодня начнем с исполнения гимна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Милостивый Господь, больше всего прошу за то, чтобы Твоя милость и благословение преизбыточествовали в жизни пастора Оксупак и миссии «Благая весть». Ты дай все необходимое всем, кто трудится вместе с миссией «Благая весть». Ты дай все для развития миссии. Больше всего Господь Тебе. Прошу, дай здоровье. И в это время Ты действуй вместе с нами, Господь. Ты до конца проводи это время вместе с нами. Молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое. Мы так благодарны за программу, которая у нас есть во время Всемирной конференции. У нас есть программа «Майнд-образование», и многие спикеры участвуют. Я уверен, что эта конференция даст Вам почву для развития Вашего служения. И сейчас у нас снова есть гость, особый свидетельством. И он один из пасторов миссии «Благая весть» из Мексики. Поприветствуйте пастора Эдуардо. Всем здравствуйте. Мексика вас приветствует. Я пастор Эдуардо Арельяно, служитель миссии «Благая весть» в городе Культикан в штате Мехико. Я хочу поблагодарить Бога за эту возможность стоять перед Вами и свидетельствовать о чем-то удивительном, что произошло в моей жизни. Я узнал о Слове Божьем в 1984 году, а в 1993 году я пришел в миссию, где я в настоящее время служитель. В 1997 году меня назначили помощником пастора, а в 2001 году меня назначили главным пастором. Но что-то случилось в моем служении. У меня начались большие трудности. Мы проповедовали жить по заповедям. «Будь добр, да благословит Тебя Господь!» «Люби ближнего своего!» Так что все выглядело очень хорошо, но на самом деле в повседневной жизни было рабство, проблемы, особенно большой груз греха. Хотя мы хотели соблюдать закон и делать добро, зло продолжало проявляться. Поэтому, когда мы делали доброе дело, мы чувствовали себя очень радостно. Но когда выходило зло, мы чувствовали себя очень виноватыми. И у прихожан было много трудных ситуаций. Некоторые молодые люди прелюбодействовали. Я вопрошал, почему нет изменений? Почему нет той изобильной жизни, которую обещает Господь? Даже в моей собственной жизни у меня было много проблем. Поэтому мне вспоминается библейский отрывок из Ермии, 33 глава, 3 стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Таким образом я начал искать Бога, взывать к Господу. «Помоги нам, Господь!» В одно воскресенье, во время собрания мы молились, и я обратился к Богу. «Господь, если ты говоришь, воззови ко мне, тогда и я, и вся церковь взываем к тебе. Помоги, Господь! Здесь много трудностей. В чем наша проблема? Мы так долго ищем Бога». И в один день на главном проспекте муниципалитета, где я жил, я увидел объявление с надписью «Большая евангелизация с пастором Оксу Пак». И тема была «Секрет прощения грехов и рождения свыше». Так как мы чувствовали бремя в нашем сердце, то это привлекло мое внимание. «Что вы имеете в виду под секретом прощения?» И я сразу подумал о слове «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Таким образом я участвовал на семинаре, но так как у меня была мирская работа, я не мог долго оставаться. И, наконец, через две недели после семинара, пастор Хуан Пак, который был руководителем церкви в Мексике, посетил нас с женой. Но даже после нашего разговора я не очень хорошо понял, что к чему, но он оставил нам книгу «Тайна прощения грехов». Это было то же название, что и название семинара, которое я видел. Но я просто оставил эту книгу на столе, как и другие книги, которые у меня были. Но я продолжал много плакать перед Богом, со слезами на глазах «Господь, помоги нам!». Наконец, в августе 2006 года я начал читать эту книгу. Однажды днём, 15 августа, читая таким образом книгу, в одной из глав Бог смог раскрыть то, что скрыто. Истинно, человек родился грешником. Мы не грешники, потому что что-то делаем не так. Мы грешники, потому что мы потомки Адама, что все наши дела – зло во всякое время. Таким образом, пастори объяснял много мест из Библии, как человек, обманутый сатаной, пытается достичь Бога своей праведностью. Но поскольку зло – это наша суть, то хотя мы говорим, что верим во Христа, но в нашем сердце всё ещё лежит бремя греха. И когда я мог понять, что я не мог быть хорошим, и что зло во всех моих мыслях, которые побуждали меня совершать плохие поступки, а именно там сатана обманывает нас всех, я мог тогда понять, что покаяние не просило прощения, что прощение уже было дано. Всё кончено и оплачено. Поэтому Исаия, 55 глава, говорит, что наши пути, наши мысли, наша собственная праведность, нужно их оставить, чтобы получить Божью праведность. Когда я смог в это поверить, с моей души упала большая ноша. Когда я мог поверить в то, что кровь Христа очистила меня, и только этой кровью я был прощён навсегда. И почему Бог сказал, что «Я покажу тебе великие дела, которых ты не знал?» Это слово написано в Библии, в книге Ермии. Это слово об иудеях, до того, как их взяли в плен. Это было тенью того, как я доверяю себе, находясь под законом. Тогда в моей жизни произошло изменение. Моё сердце жаждало знаний, жаждало этого. И после этих событий я начал участвовать во всех мероприятиях, которые проводит миссия «Благая весть». И начал искать церкви этой миссии. Таким образом, участвуя на разных семинарах и мероприятиях, я глубже и подробнее узнал о миссии «Благая весть». На протяжении четырёх лет мы не относились к никакой миссии. И, наконец-то, в 2015 году, пастор Шин Чжэ Хун, который отвечает за церковь «Благая весть» в Мексике, я сказал пастору, что мы постоянно молились Богу, и Он дал нам такое сердце. Мы не принадлежим никакой миссии, но мы хотим принадлежать этой миссии «Благая весть». и учиться Слову от вас и от пастора Паку Ксу. С тех пор мы стали частью миссии «Благая весть». Хотя недавно... Хотя мы совсем недавно стали частью миссии, но меня пригласили быть сорганизатором конференции CLF. И я очень благодарен за эту возможность. Боже и благословение вам. И снова мы хотим пригласить «Грасиас Хор» для выступления. И есть одна очень прекрасная вещь в хоре. Я уверен, что вы все это смогли почувствовать. Неважно, где они выступают, но все открывают свое сердце. Это потому, что хор «Грасиас» изучает Писание, и они свою душу соединяют с душой Бога. И так как у них есть очень много различных выступлений, очень удивительно наблюдать, как они могут тронуть сердце каждого. И снова мы хотим их пригласить для выступления. Сначала мы послушаем вокальный ансамбль. И вначале они споют «Иисус пришел» и «Чудесное время в небесах». И затем мы услышим соло на скрипке всемирно известного музыканта Сергея Дагадина. И он исполнит гимн «Блуждающий во тьме». И затем выступление хора. И они споют «Молитва Господу», затем африканскую песню «Я радуюсь», и затем «Будь спокойна, моя душа». Тепло поприветствуйте хор «Грасиас». яMO ВстречайтеQué esse law DAVIDJackу 12pop «Я радуюсь». И дам васいる сегодня, включите меня解edly". что выaviliотство Sendui eloyедlam в небесах. aspireм, вот и салони Встречайте Гав do Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 С Евангелием на Край Земли, с Господом до последнего дня. Здравствуйте! Я очень благодарен за то, что мы можем стоять и слушать Слово Господа. Сегодня откроем с вами Евангелие от Марка, 12 глава. Евангелие от Марка, 12 глава, с 1 стиха. Пожалуйста, откройте Евангелие от Марка, 12 главу. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградую, и выкопал точила, и построил башню, и отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу, принять из виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других, кто били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградаре сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградаре и отдаст виноградник другим. По 10 стих, прочитали. Библия говорит нам много о мире духовном. А первое, что говорит, то, что мы доверяем себе, и это бесполезно. Среди виноградарей было два вида людей. Есть виноградари, которые имеют участок и сами возделывают этот участок. Такие виноградари, неважно, они хорошо занимаются земледелием или плохо, но это их. Но не так с людьми, которые не имеют своего личного участка. Как бы они усердно не трудились и не обрабатывали землю, они должны половину отдать хозяину. И чтобы на оставшуюся половину прожить и пропитаться, нужно на удобрения, на необходимые вещества. И получается, они имеют такие затраты, поэтому часто они не имеют большой прибыли. Им нужно с хорошим хозяином встретиться. А бывает такое, что очень плохая земля и плохой урожай, поэтому даже не хотят нанимать. Одна и та же профессия – виноградарь. Но тот, кто работает на своем поле и тот, кто на чужом, это большая разница. Так же и рыбаки, которые ловят рыбу. Если ты на своей лодке ловишь, тогда все, что он ловил, это твое. Но если ты арендуешь лодку, тогда тебе нужно отдать половину прибыли хозяину корабля. И поэтому есть также затраты для обслуживания лодки, для сохранения. И поэтому не остается практически. Но все же люди, они не остаются у них никакого другого варианта, как только арендовать и на чужом поле работать. Потому что они должны остаться в живых. И знаете, в последнее время... И сейчас у нас очень хороший урожай, потому что есть хорошее оборудование. Но долгое время не было урожая хорошего, не было хорошего оборудования для обделывания поля, поэтому был небольшой урожай. И здесь, о чем написано в 12 главе? Были виноградари, которые не имели своей земли. Поэтому они голодали, они трудились, им было очень сложно. Когда они заболевали, они могли исходить в больницу. Бывало, они голодали. Бывало, что у них испортилась обувь, но не могли найти новую. Но они должны были хорошо трудиться, чтобы получить больший участок. Поэтому еле-еле они перебивались. Но однажды они шли. Они встретили хозяина виноградника. Ой, здравствуйте. Ой, как давно я вас не видел. Ой, я хотел кое-что сказать тебе. Сегодня хочешь ли поужинать со мной? Ой, как вы предлагаете мне, такому человеку? Да, конечно, я приду. И поэтому этот человек вечером навестил дом хозяина. Ой, заходи, заходи. Да, они как раз собирались ужинать. Ты еще не поужинал, правда? Я поужинал. Ничего. Да, ничего, ничего, садись. Они вместе присели, поужинали. Но это несравнимо с тем, что он ел в обычной жизни, и сейчас очень такая хорошая еда. О, ты наелся? Да, я наелся. Я все знаю. Еще кушай. У нас еще есть еда. Ты будешь работать, поэтому ты проголодаешься. Он был очень благодарен этому хозяину. И после того, как они поужинали, они выпили по рюмочке алкоголя. И тогда этот владелец виноградника, он сказал, я позвал тебя не просто так, хочу кое-что обсудить. Что же вы хотите со мной обсудить с таким недостойным человеком? Нет, ты мне нужен, поэтому я призвал именно тебя. Знаешь, царь нашей области, нашей страны, поручил мне одно дело, и поэтому мне нужно выехать за границу на несколько лет и выполнять просьбу царя. Ой, наверное, великое дело вам поручил, царь. Да, вот я так буду работать. Где-то пять-шесть лет мне нужно заниматься за границей, поэтому это очень важное дело. Ой, вы получили благословение, вы получили такую честь от царя, что он поручил вам эту работу. Да, это огромная честь для моей семьи. Но я подумал. И мне кажется, что после того, как я вернусь, и я буду жить недалеко от царского дворца, наверное, в Ханяне. Поэтому я уже свой дом продал, я уже привел в порядок свой виноградник. Но знаешь, у меня есть виноградник. Да, очень хорошее, там сейчас урожай, и там есть много чем заниматься. Также очень прекрасный аромат имеют плоды винограда. Я попробовал много видов винограда из других виноградников, но такого ароматного винограда я не пробовал нигде, как мой. Да, и когда я сделал, я сделал на уклоне, чтобы солнце хорошо светило. Я специально построил, чтобы я мог там наслаждаться, отдыхать. Поэтому очень хорошо я проложил водопровод, чтобы поливать виноград. Также я создал пресс, чтобы выдавливать вино. Я сделал так, чтобы просто нужно нажать, и очень хорошо выдавливается вино. Я полностью уже устроил все в этом винограднике. И такого винограда нигде нет больше в мире, такого ароматного и вкусного. Я не хочу его никому отдавать, я хочу сохранить его и дальше заниматься виноделием. Я хочу, чтобы здесь производилось вино, чтобы его также пил царь нашей страны. И я тоже люблю выпить вина, поэтому хочу кому-то поручить. И я помню, что в прошлый раз ты работал очень усердно, поэтому я хочу тебе его оставить. Ой, как же! Я такой, такой недостойный человек. Как вы хотите поручить это мне? Нет, я помню, как ты хорошо, усердно трудился в моем винограднике. Я хочу, поэтому оставить тебе. И урожай можно собирать несколько раз в год. Поэтому ты собирай виноград, ты можешь продавать просто виноград, можешь сделать алкоголь, то есть вино. Я хочу, чтобы ты отдавал мне всего лишь одну треть прибыли. И две трети ты взял себе и хорошо заботился о своей семье и кормил детей. Этот виноградарь был очень благодарен такому недостойному, как я. Господин, ты поручаешь этот драгоценный виноградник. Я так трудился и так страдал в жизни, потому что у меня не было личного участка. Но, господин, если ты поручишь мне его, я буду очень хорошо заботиться, усердно трудиться. И я всегда буду отдавать тебе одну треть прибыли. Я не знаю, где ты живешь сейчас. Но я предлагаю, чтобы ты приезжал сюда со своей семьей, просто жил здесь в винограднике. Там есть несколько комнат в доме. Господин, я очень благодарю вас. Теперь я смогу жить, такой недостойный, как я. Я не могу даже выразить свою благодарность. Я очень благодарю вас. О, давай еще выпьем с тобой. Да, господин, спасибо вам. И он выпил еще стакан. И потом он понял все и пошел домой. Тогда хоть завтра ты приезжай. Потому что я хочу показать тебе перед отъездом мой виноградник. Спасибо вам, господин. Ему было очень-очень радостно. И он немножко выпил, поэтому у него поднялось настроение, начал петь, когда шел домой. Потом сказал, дорогая, вставай. Что такое? Я хочу спать. Вставай, у нас случилось что-то очень счастливое. Вставай, я хочу тебе рассказать. А жена, что ты хочешь сказать? Ты покушал ужин? Да, я поужинал. О, ты выпил немного, да? Где ты выпил? Да, было кое-что. Послушай, я тебе расскажу. Теперь мы стали богатыми. Что это значит? Мы уже богатые. Ты уже много настрадалась. Все, можем больше не голодать. И видела жена, что ее муж немного пьян. Но он очень счастлив от того, что он говорит. Почему ты так говоришь, что ты такой счастливый? Да, помнишь, я там работал в винограднике. Господин, и хозяин этого виноградника позвал меня. И мы вместе поужинали. Я очень наелся. И так же он налил мне выпить, поэтому я мог выпить. Да, и я тебе расскажу самый главный момент. Ты до сих пор так страдала, дорогая. Все, мы теперь разбогатеем. Что? Какие мы богачи? Не переживай. Мы теперь богаты. Жена смотрела. Он такой счастливый. Ну, может быть, потому что он выпил. Помнишь, я работал в винограднике. Вот его хозяин сказал, что он по поручению царя уезжает за границу. И он сказал, что где-то пять или шесть лет ему понадобится на работу. Но он сказал, что только одну треть прибыли можно отдавать ему, а остальные две трети мы можем жить на эту прибыль. Теперь мы богаты. Теперь мы богаты. Мы богаты. Мы богаты. Это дар Божий. До сих пор ты так страдала. Теперь больше можешь не страдать. Можно не голодать нам уже. Я тебе хорошую одежду приобрету. Хорошие туфли куплю. Когда он говорил, он тоже очень счастливым был. И когда после того, как они жили в маленькой комнате, они переехали в комнату, которая находилась в винограднике. Там было пять больших комнат. Да, и была общая комната, гостиная, и спальня, родителей, детей отдельно. Папа, это наш виноградник? Да, это все наше. Мы теперь будем хорошо жить. Когда настала весна, и виноградник зацвел. Он зацвел. И потом появились плоды. Не прошло и несколько месяцев. И уже созрели хорошие виноградные грозди. Виноград уже почти созрел. И даже если далеко проходили мимо люди, можно было почувствовать этот аромат винограда. Если бы я был поэтом, я бы написал стихи о нем, или песню написал. Это наше. Хозяин получил нам на целых пять лет. Это наше. Нам достаточно только одну треть отдавать ему. Он был очень счастлив. И потом созрели виноградные грозди. Он призвал десять работников. И они начали собирать урожай. Целый день они собирали виноград. Но даже не смогли одну пятидесятую часть собрать. Ой, сколько же это нужно пятьдесят дней? Наверное, нужно больше людей призвать. И они часть положили под пресс. И двое стали и начали добить виноград. И тогда начали лопаться виноградные ягоды. И текло вино. Они собирали в большие бочки. Целый день они собирали урожай винограда. Но это был настолько огромный виноградник, что они смогли только одну часть из пятидесяти собрать. Ой, нам нужно один месяц, даже больше, два месяца. Еще больше призовите работников. И каждый кувшин они наполнили вином. И потом на большую телегу они положили больших этих кувшинов, десять штук, и они пошли продавать. Очень хотели все приобрести, потому что приятно пахло. И они продали этот сок виноградный. И появилось очень много денег. Ему казалось, что это все во сне. И потом он позвал своих детей и сказал, идите ко мне. И потом он решил их угостить вне дома. Дети, они все время страдали от голода, но они так рады были, что могут покушать где-то вкусно. И потом, после ужина, они пошли в большой торговый центр, и он купил им хорошие одежды. И на следующий день этот человек пошел и купил хорошую, дорогую карету. Откуда эта карета? Я купил ее. Ну, хотя это уже бэушная, ее немного использовали. Но мне показалось, что нам необходим транспорт. И там очень красиво было украшено, и там крыша была. Тогда изменилась их еда, их одежда. Все, что они использовали, изменилось. Но сколько бы они не собирали урожай, они не видели конца. Потом они где-то одну треть прибыли отложили. Они решили отдать это рабу, которого отправит хозяин. Они сохранили эту часть. Им казалось, что они спят. Они начали питаться лучше, они стали жить лучше. Они уже не ходили пешком, а ездили на повозке с лошадями. И тогда жена сказала, «Ой, дорогой, наш второй ребенок болеет. Из-за того, что у нас не было денег, мы не могли ходить в больницу». Я не знаю, как ты думаешь, может быть, нам отвезти ребенка в больницу? «Ой, нужно было сначала это сделать, побыстрее, я забыл. Ты пойди в школу и приди пораньше. Нам нужно сходить в больницу». И потом они отвезли в больницу ребенка. И тогда врач сказал, «Ой, это ничего особенного. Это несколько... Вы, если заплатите немного денег, я все вылечу». И несколько дней он принимал препараты. До этого они не имели денег, поэтому не могли даже представить, что могут так лечиться. Но после этого ребенок выздоровел. Они могли приобретать мясо и кушать. Они проживали день за днем, как будто во сне. Они каждый день вспоминали о господине. «Ой, благодарим Тебя, господин. Таких недостойных людей Ты выбрал и поручил нам свое поле. Мы очень благодарны». И как только была минутка, тогда папа говорил, «Дети, вы помните, как мы трудно жили? Мы были очень бедные». Но с того дня, как нам господин поручил этот виноградник, мы стали жить лучше. Если господин придет к нам, вам нужно смиренно поприветствовать его, вам нужно хорошо относиться к нему и всегда благодарить его. Потому что благодаря ему мы живем сейчас хорошо. Тогда, когда он вспоминал каждый раз, он был очень благодарен господину. и своей жене, он сказал, «Если бы господин не поручил нам этот виноградник, как бы мы жили в таких хороших условиях, как бы мы ездили на хорошей повозке, как бы мы хорошо одевали, обували своих детей и кормили их хорошо, как бы мы жили так». Жена тоже себя чувствовала очень счастливой. Да, чтобы купить новую одежду для жены, это уже недорого. До того у них не было денег, но сейчас они могли купить сколько угодно. но сейчас они живут уже совершенно по-другому, не как бедные. Они переехали в этот район и всех приветствовали, со всеми здоровались. Если кто-то просил помощи, они помогали. Они жили жизнью, о которой даже мечтать не могли. Все это благодаря господину хозяину виноградника. Таким недостойным нам хозяин виноградника поручил его нам. Когда-то он приедет к нам. Нам нужно хорошо принять его. И каждый раз он часто повторял, что мы должны благодарить хозяина. Они до мозга костей ощущали благодарность перед хозяином. Потому что до этого мы жили как нищие. И жена не могла хорошо питаться, поэтому у нее недостаток витаминов был. Когда солнце садилось, она ничего не могла видеть. Но из-за того, что она стала хорошо питаться и принимать витамины, она могла сразу лучше видеть. И даже ребенок, который говорил, что он болен все время, он тоже очень сдал здоровым. Они все изменили в своей жизни. То, что одевают, то, что едят. Они проживали день за днем, как будто во сне. Они призвали много рабочих и много поручили им работы в винограднике. И также им эти рабочие были очень благодарны, просили, позовите нас еще раз. Они стали такими, уже которые не стыдились смотреть людям в глаза. Мы живем хорошо, благодаря нашему господину. На самом деле, достаточно только половину нам оставить. Ну, господин сказал, две трети можем использовать. Мы можем жить, даже использовать только половину. Я же ничего не делаю. Просто, когда придет урожай, я просто его собираю. Проходили год-два. Они жили уже очень шикарно и богато. Они были очень счастливы. И каждый раз, наверное, они вспоминали о хозяине. Хорошо ли он живет? Если бы он не дал нам, таким людям, этот виноградник, как бы мы жили? Такому мне недостойному Господь, господин поручил этот виноградник. И они получили много прибыли. Они каждый день благодарили и снова благодарили. Наверное, если бы они имели FaceTime, как видеозвонок, тогда бы они каждый день отправляли фотографии и общались с хозяином, давали отчет. Но однажды, однажды вечером, этот рабочий, он немножко выпил и слегка опьянел. И он возвращался домой и пел. Но вдруг он увидел, что перед входом в их виноградник стоит несколько людей. «Кто вы?» «Он уже напился». «Здравствуйте, нас отправил господин этого виноградника». «Я не знаю, правильно ли я пришли, мы пришли за оплатой». «Ой, наконец-то господин отправил к нам за оплатой». «Ой, наконец-то мы готовились к этому». Но он не понял даже. Но из его уст он начал говорить, «Если бы вас отправил господин, то вы просто пришли скромно, но почему вы так ко мне говорите грубо?» Они не поняли. «Ой, я же хотел говорить хорошо с ними». «Может быть, он немножко выпил, поэтому он неправильно так сказал». «Почему вы так говорите? Мы просто пришли за оплатой». «Ой, негодяй такой, ты мне перечишь?» Он тоже не мог понять, почему так себя ведет. Он хотел хорошо относиться, если отправить какого-то раба. Он хорошо хотел принимать, он хорошо хотел относиться к этим рабам, которых отправил господин. Но к его удивлению, он очень серьезно плохо говорил. «Что такое, почему вы так говорите? Вы что ли хозяева? Если вы пришли получить оплату, тогда просто скажите, что вы пришли за оплату, почему вы так говорите грубо? Почему вы так разозлились? Господин, мы что-то сказали не то? Посмотри, как ты со мной разговариваешь. Может, тебе надо побить, чтобы ты пришел в себя? Почему вы так злинетесь, господин? вы сказали мне, чтобы я разлился или нет? Он тоже сам удивлен был. Он хотел хорошо относиться, он хорошо принимать хотел, но он не понял, почему он так говорит. Он думал, ой, мне нельзя так говорить, мне нужно остановиться, но все равно он продолжал. И тогда рабы, которых отправил хозяин, они сказали, уважаемые, мы ничего другого не хотим сказать, мы просто хотим забрать оплату. Вы просто грубо говорили со мной. Вы такие негодяи. Он хотел хорошо относиться к ним, потому что это от хозяина пришли люди, но он сам не мог контролировать, он говорил и злился, поэтому произошла стычка. Я хотел просто с вами договориться, но вы не понимаете слов, поэтому нужно вас побить. поэтому они начали драться. Господин, почему вы успокоитесь, что вы делаете? Я уже успокоился, вы негодяи! И он побил. И один человек после его удара упал. И просто умер на месте. тогда он был в шоке. Хотя он пришел в себя. А что я сделал? А все остальные убежали. Он вернулся домой. Я хотел хорошо относиться к хозяиному. Я хорошо хотел относиться к моему хозяину. Почему я так поступил? Почему я убил людей от хозяина? что я сказал? Тогда жена сказала, дорогой, что ты сделал? Почему ты разозлился на их слова? Я тоже не понимаю, что со мной происходит. Я не хотел так делать. Не хотел хорошо относиться к этим людям. Мне кажется, я сошел с ума, почему я так поступил? Я не знаю. Знаете, люди, когда я на протяжении десяти лет в колониях в Цувоне и Тэджоне проводил лекции для заключенных. Да, и там есть люди, которые повторно идут на преступления. Есть убийцы также. Я проводил лекции образовательные для них. Я проповедовал им слово. И знаете, что они говорили? Очень похоже. Пастор, в тот день я был не в себе. Мне кажется, что-то помутнило мой рассудок. Я не понимал, почему я делаю так. Я не хотел делать так. в основном так говорят люди заключенные. Там есть убийцы и другие. И я встретил знаете молодого. Он главный во всей колонии. там написано до три буквы. Если три полоски, значит это главный. И также две есть и есть одна. у этого человека главное было три полоски. То есть он был самым главным. Он был очень добрым. Я там проводил трансляцию и однажды начальник колонии в Сувоне услышал трансляцию, которую я проводил. и он сказал ой хорошая проповедь у этого пастора. Поэтому капеллан в этой колонии он меня запомнил. И однажды мне пришло письмо из колонии. знаете, кто-то отправил журнал Благая Весть. И на первой странице написано было проповедь пастора Оксупак. командир отделения об образовании он хотел встретиться со мной, поэтому нашел мой телефон и адрес. Он позвонил и сказал пожалуйста приходите в нашу колонию. Я пошел туда. Ему очень понравилось. И он попросил чтобы я читал лекции по Библии в их колонии. Поэтому каждый понедельник они собирали всех заключенных и я читал им лекции по Библии. И однажды я пошел туда снова для лекции. Там есть отдел образования и там сидит главный и там есть организатор который собирает людей которых я должен учить. Я сидел долго там и пришел главный по образованию. Он начал кричать кто сказал пригласить сюда пастора? Вы всегда приводите в мой кабинет. Поэтому я стал вторым то есть заместителем главного командира по отделе образования. Он меня пригласил в свой кабинет посадил на стул и я там общался с каждым и проповедовал Евангелие. Таким образом каждый понедельник на протяжении 10 лет я читал лекции по Библии в местах в месте лишения свободы. Знаете, у каждого заключенного есть свой секрет преступления. И они всегда скрывают все скрывают и даже день сюда но у них есть один секрет. И знаете, бывает, что люди хотят поделиться с кем-то секретом. В основном это секрет связан с преступлением. Но если это кому-то рассказать, тогда это может стать проблемой, но мне в основном люди рассказывали. И я пошел туда, и этот человек, который был самым главным заводилой, он получил спасение и стал нашим братом. И однажды мы, когда отдыхали, мы начали общаться с ним. Он, знаете, был таким милым, мягким, очень добрым человеком. я сказал, ой, простите, можно ли я спрошу, что вы совершили, какое преступление? Я видел, что этот человек очень добрый со стороны, я не понимал, как такой человек мог совершить преступление. Как же он сюда пришел? Поэтому я очень аккуратно спросил, брат, а за что вас посадили? Извините, я не должен спрашивать, но мне очень интересно. Мы так общались, общались весело. И я спросил, брат, а за что вас посадили в тюрьму? Тогда он покраснел. Я убийца. И попытка покушения на убийство. И когда я убил, и когда хотел убить снова, меня словили. Что? Вы убили, еще совершили покушение на убийство? Я не могу поверить. Как? Вы же такой добрый человек. Как вы это совершили? Это было правдой. После этого со слезами он рассказывал мне о своем преступлении. И сейчас он уже вышел на свободу, женился, очень хорошо живет. Но оказался как будто ангел. И когда я смотрел на него, я не мог поверить, что он может убить, то, что он мог совершить преступление и покушение на убийство. но на него повесили убийство и покушение на убийство. Он очень добрым был. Он был таким хорошим. Но я не мог поверить. Когда мы идем в тюрьму, да, конечно, не нам легко поверить, что там страшные там с татуировками, они убийцы. вот такой добрый человек. Но однажды они совершили преступление. И что они говорят в один голос? Они рассказывают о своем преступлении подробно. Пастор, мне кажется, что-то помутнило мой рассудок. Я не понял, что я сотворил тогда. Я не хотел никогда этого совершить. Многие люди говорят так. Мы себе представляем убийцы, это такие страшные люди с татуировками такие мы знаем, знаем, известного гангстера. татуировка. Но я смотрю на людей, я не верю, что они могут быть преступниками. Они имеют маленькие руки, например, женщины. в татуировки, да, в деджионской тюрьме там много людей. И неважно, там снег идет или дождь горят сложиться на землю. я не верю. Вы знаете, люди плохо знают себя, но более того, они вообще не знают себя. Они даже не могут представить, что они могут совершить. И мы сейчас говорили с вами о виноградаре. Такая же она. Он жил очень трудно, очень бедно, даже не мог питаться нормально. Но когда господин поручил ему виноградник, он стал очень счастливым. Он получил благословение, потому что изменилась его еда, одежда и условия жизни. Кто бы не смотрел, все знали о нем, как он богатый человек в их области. Если нужно было кому-то помочь, он доставал деньги и помогал. он ездил на хорошей повозке, он имел служителей, и он очень хорошо жил. Он знал все о себе. А, это благодаря господину. Это благодаря господину хозяину виноградника. Это он сделал. Мне нужно хорошо к нему относиться, мне нужно хорошо его принимать. Мне нужно угодить ему. Всегда у него было такое сердце. Но однажды он встретился с людьми, которые пришли от хозяина. Он даже не мог представить себе. Просто он говорил, вы же пришли просто за оплату, почему так грубо говорите со мной? Он был шокирован. он даже не представлял, что может так говорить. Но он не заметил, как он говорил так. Что мы такого сказали, господин? Вообще вы достойны умереть. Все время посмотрите на как говорят. Он сам не понимал себя. Я не собирался так делать. Я хотел по-другому. Я хотел жить ради господина. но вдруг так получилось. Он ударил одного и он просто упал на месте и умер. Ой. Когда наступил вечер, его жена сказала, дорогой, что сегодня ты сделал? ты же говорил каждый день, что ты так благодарен хозяину. Ты говорил, что нам нужно благодарить и хорошо ему служить. Ты как будто с ума сошел сегодня. Что ты делал? Дорогая, я что-то одно не знаю. Я не понимаю, почему я так поступил. я хотел сделать хорошо. Я очень благодарен был нашему хозяину. Послушайте, вы знаете, люди, когда они спорят с супругом или супругой, жена поругалась с своим мужем. И когда муж ушел на работу, она начала размышлять. сегодня можно было хорошо провести, с хорошим настроением, но почему я все время ругаюсь? Сегодня я плохо поступила. Почему я такая невыносимая женщина, а мой муж так трудится для нас? Знаете, нам нужно знать, в основном женщины такие. тогда женщина раскаивается целый день. Ой, мой муж так страдает, для меня он работает. Целый день она осуждала себя в сердце. И потом она говорила, я не права. Она пошла на рынок, она купила мясо и подготовила хорошее блюдо, которое любит ее муж. И когда он пришел домой, она думала, ой, я сейчас извинюсь, и мы с ним вместе поужинаем. И когда он нажал на звонок, сказал день дом. Тогда знаете, что она подумала? Снова он приперся. Она не хотела так думать. Я спрашивал у многих женщин, вы тоже так думаете? Они говорят, что да, так было. знаете, как виноградарь, он очень хотел хорошо служить хозяину. Он так благодаря хозяину хорошо жил. Он хорошо хотел относиться и поступать. но когда он встретился с людьми от хозяина, он не понял, почему он так поступил. Да, преступники, убийцы или заключенные, когда слушают их истории. Они что говорят в один голос? Пастор, тогда я был не в себе. Я никогда не думал, что так сделаю. я не понимаю, почему я так сделал. Мне казалось, что кто-то меня помутил мой рассудок. Все так говорят. Да, они сами боятся. Они даже не могли представить, что так могут сделать. Но в основном люди делают так. Не такие люди, которые страшные такие, сильные и с татуировками. такие тихие, скромные или женщины. Они делают покушение на убийство или убивают. Когда слушать их истории, да, они говорят одно. Пастор, тогда я был не в себе. Я никогда не думал, что смогу сделать так. Они в основном говорят так. Я хочу хорошо относиться к мужу. Но я не понимаю, почему у меня такие мысли в сердце поднимаются. Все время я думаю так. Я не понимаю, почему так происходит. не основном такие случаи были у всех. Когда я ходил в колонию, знаете, я слышал это много. И тогда, когда я общался с заключенным, я понял историю из 12 главы книги Евангелия Марка. Если вы хотите понять эту историю, вам нужно немножко подумать, когда что-то происходит у вас, например, кто-то прелюбодействует хотя какая-то женщина. Хотя у нее появляется мысль, я хочу прелюбодействовать. Мне нельзя прелюбодействовать, тогда я умру. Я не знаю, что будет с моими детьми, мне нельзя. Они имеют такие мысли в сердце. Но с другой стороны, ну это же только на одну ночь, ничего страшного. Тогда они следуют в этом направлении. Но в основном люди они не понимают как Иуда он предал Иисуса. Евангелие от Иоанна 13 глава 2 стих. И во время вечера, когда дьявол уже вложил сердце Иуде Симонова Искариоту предать его. Он боялся, нет, я не продам Иисуса, почему я продам? Никогда я так не сделаю. Но когда дьявол вложил сердце Иуде эту мысль, он не мог победить ее. Потихоньку дьявол злой, он начинает действовать в сердце. Я не хотел совершать что-то, я хотел верить в Иисуса, я хотел быть преданным Богу, я хотел хорошо поступать для моего мужа, я хорошо хотел относиться к моей жене, не хотел так поступать. Вы тоже так думаете? Вы понимаете меня? Этот виноградник, виноградник никогда не думал, что он так сделает. и тогда это было очень неприятно господину, и он отправил еще большее количество своих людей, и они пришли, чтобы получить оплату. И он думал, я тогда извинюсь, ой, что же мне сказать мое оправдание? и тогда он вышел и увидел такое множество людей, он сказал, почему так много пришло? Вы хотите со мной воевать, да? Ну давайте, сейчас я тоже приведу своих. И он привел людей из этой области. Давайте попробуем, кто из нас сильнее. Мы не для этого пришли. Нас привел, отправил хозяин за оплатой. Зачем вы пришли только за деньгами и вас так много вы пришли воевать со мной, правда? Тогда они начали драться и много людей они друг друга били. Тогда это было очень досадно хозяину. Тогда он единственное своего сына отправил. А этот земледелец был не в себе. Если я отправлю своего сына, он, наверное, послушается и хорошо отнесется к нему. И земледелец видит то, что пришел его сын. И тогда он встал на колени перед сыном и хотел молиться и молить о прощении. Простите. я согрешил. Простите меня. Вот здесь мы приготовили оплату. Я хотел отдать, но я как сумасшедший был. Он хотел так сказать. Но с другой стороны, все уже конец. Все, ты уже натворил. теперь ты хочешь извиняться, уже ты убил раба. Все. Теперь ты убей просто сына. Тогда он уже не может ожить, тот человек, который ты убил. Если ты убьешь сына, тогда это все станет твоим. Нет никого из нас, кто хочет так думать. когда дьявол вложил сердце Иуда и Искариота предать Иисуса, так и получилось, что он предал, хотя он очень этого боялся. Но мы живем не только своим сердцем. Если Иисус не управляет мое сердце и не наставляет его, и словно как дьявол вложил сердце Иуде и Симон в Искариоту эту мысль, так же сатана, если вкладывает в ваши сердца мысли, вы становитесь злыми людьми. Вы хотели хорошо служить Богу, хотели хорошо служить, хорошо жить. Но если злой дух вкладывает вам такую мысль, вы просто становитесь источником зла. Если говорить с лецидивистами, которые заключены в колонии, они все одинаково говорят. Пастор, я был не в себе в тот день. Мне казалось, что кто-то кто-то вскружил мне голову. Я не хотел этого делать. Я не понимаю, почему что-то вело меня. Я не понимаю. Так, я слышал очень много раз. Но знаете, не доверяйте себе. Сколько бы вы не хотели жить преданно, честно, как бы вы не хотели служить своему хозяину, как бы вы не хотели служить Иисусу, верить Иисусу и поступать хорошо. Если сатана действует, тогда вы тоже грешите и вы противитесь Господу. Люди, которые не знают об этом, они обмануты, но они не знают о том, что они обмануты. И знаете, кто-то пришел в мой церковь и получил спасение. Он был очень рад. Однажды я позвонил брату, и он рассказал мне, ты пастор? Ты всех обманываешь? Я даже не представлял, что он может так сказать. Я сказал, а ну расскажи, в чем я обманул? я не хочу с тобой даже говорить. Сатана говорит, слышит такие вещи и верит в это. Очень жалко мне. Этот человек, он пришел в нашу церковь, он получил спасение, он плакал перед Богом, он служил. Также Иуда, который ходил с Иисусом, видел его чудеса и вместе находился, однажды он предал Иисуса. Если вы доверяете себе, если вы доверяете своим мыслям, тогда вы не можете избежать такого пути. многие люди, с которыми я встретился в колониях, они говорят, что они были не в себе. Я не хотел так делать, но так получилось. У вас тоже, наверное, такое есть. Знаете, что самое важное? Мне нужно перестать пить, перестать курить, мне нужно перестать играть, мне нужно перестать принимать наркотики. все это бесполезно. Если мы охвачены духом злым, мы не можем освободиться. Но как мы живем, нам нельзя доверять себе. Нам нужно жить и верить Иисусу. Я жил до сих пор и был хорошим. И знаете, до сих пор я видел много людей, которые получили прощение грехов, которые получили рождение свыше. Они получили большую благодать, но они очень быстро раздателись, они обмануты дьяволом. Я видел таких людей много. Мне нельзя доверять себе, если я начинаю доверять себе. вы даже не представляете, как может повернуться ситуация. христианство мы можем посмотреть, что именно ученики убивали своих наставников. Христианские лидеры они попадали в темницы, они умирали, но именно мы видим, что те, которые слушали их, следовали за ними, эти ученики сдавали их, и они сами подставляли их. Знаете, я с людьми общался, и они были такими честными, но потом они стали противиться и начали гнать церковь. Мы такие люди. Так же и вы можете поступить так. Если злой дух будет действовать в вашем сердце, эти виноградари, они хотели очень хорошо относиться к своему хозяину. Они хотели всем сердцем служить ему. Они хотели благодарить его вечно. Но в конце они убили сына хозяина. Они стали такими людьми. Кто это сделал? Злой дух. Злой дух вложил такое сердце в них. нам нельзя доверять себе. Даже если вы сделали что-то доброе, вам нельзя верить этому. Как бы вы не жили до сих пор, но если однажды в вас входит душа сатаны, вы можете в секунду измениться и стать противником церкви, и гнать церковь. Если вы не будете жить только верой в Господа, если не будете верить только Господу и не себе, но если вы будете жить по своим мыслям, тогда произойдет так, как у виноградаря. Нам нужно хорошо поступить, хорошо поступить, когда наш хозяин придет. Дорогая, нам нужно ему быть благодарными, но в конце концов они убили сына. И сатана еще более хитрый, он лживый, но если вы доверяете себе, вы тоже можете так поступить. Пожалуйста, не верьте себе, верьте Иисусу. Если Господь не поддерживает нас, хотя до сих пор мы жили хорошо, но я тоже могу согрешить, я тоже могу встать на сторону дьявола. Господи, ты поддерживай меня, ты помогай мне, ты сохрани меня. Если Господь твое сердце не со мной, тогда если вы живете со своими мыслями, сатана вкладывает злые мысли вам. Искариот Иуда продал Иисуса. А Петр он сказал, что я не отрекусь от тебя Иисус никогда, но он отрекся. Так же и мы можем поступить так же. Давайте мы не будем верить себе. До 1962 года я доверил себе. И в 1962 году я потерял все. Я во всем проиграл и видел, что я грязный, испорченный. И после этого я перестал доверять себе. Я верил только Иисусу. Это не значит, что я не совершал ошибки. Бывало, что у меня были проблемы или недостатки. Но благодаря благодати Господа до сих пор я проповедую Евангелие. Вам нельзя себя самим защищать. Не доверяйте себе, пожалуйста. Доверяйте Слову Иисуса. Отдайте себя в руки Господу. Вы полагайтесь на Господа. Иисус освободит вас от Себе и Сатаны. Я верю, что Он проведет вас прекрасным путем и благословит. Многие люди говорили, что верят в Иисуса. Но они отреклись от Иисуса, потому что доверяли себе. Пожалуйста, не доверяйте себе. Если будем верить в Иисуса, если Иисус будет проводить вас, тогда вы можете жить долгое время по вере. Вы живите до конца благословенной и славной жизнью. И сейчас многие люди покинули церковь. Есть люди, которые впали во грехи и во зло. Но чтобы не впасть во грехи, пожалуйста, не доверяйте себе. Иисус будет вас защищать. Если Иисус будет сохранять вас, тогда вы можете иметь ценную веру. И вы можете жить благословенной жизнью и не изменяться в вере до самого последнего дня. Давайте помолимся. Святой Господь, наш Отец, мы благодарим Тебя. Мы такие грязные и испорченные люди. Мы хотели жить честно. Но если Сатана обманывает нас, мы не можем быть честными. Мы не можем победить Сатану. Если Сатана обманывает нас, мы попадаем во грехи и в зло. Мы как этот виноградарь. Он хотел хорошо поступать. Он был благодарен. Но в конце концов он убил сына хозяина виноградника. Он так благодарил хозяина. Но в конце он согрешил. Если мы будем доверять себе, мы также можем поступить. Ты дай нам верить только в Иисуса. Ты дай нам полагаться на Него. Дай нам жить посредством Иисуса. Ты дай нам жить долгую, счастливую, благословенную жизнь. Господь, Ты веди нас. Благодарим Тебя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое. Спасибо большое. Я верю, что это слово принесло вам большую силу. И снова хор напоследок хочет исполнить для нас прославление. напоследок Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»